Строим не для отчетов, а для жителей. В Солнечном и Барсово к концу года планируют сдать и выкупить сразу несколько спортивных объектов. Среди них, как тренажеры в одном из дворов и большой центр досуга и творчества с киберареной. Какие виды спорта в Сургутском районе будут в приоритете в будущем, знает Валерия Кудрявцева. Цель к концу года выйти на нулевой уровень здания. Строительство школы на 1100 мест в Солнечном планируют закончить в 2021. Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы для заливки фундамента. Всего в школе будет четыре этажа. Идем по графику, идем. В принципе, от графика отступать пока не собираемся, только наращиваем темпы, ускоряемся, ускоряемся. В школе тоже будет бассейн 25-метровый, стадион будет большой с покрытием, с дорожками, с беговыми, с резиновым покрытием. Заключительные работы в Солнечном проводят по обустройству проездов к участкам, которые выделены под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий населения. На укладку железобетонных плит выделили порядка 20 миллионов рублей. Закончить дорогу должны были к 30 сентября. Однако подрядчик из-за задержки поставки материалов сделать этого не успел. Но уверяют, что сдаст проезд к концу октября. Проблема многих лет. Выделили земельные участки для льготных категорий граждан. К сожалению, дорогами не были обеспечены в этом году. Свои долги закрываем. Один из самых масштабных проектов благоустройства в Сургутском районе – Солнечный парк. Еще в апреле на месте, где запланировали новую точку притяжения, был пустырь. Сейчас строители уже уложили большую часть пешеходных дорожек, покрытие для будущего скейт-парка и детской площадки. До 15 октября подрядчик обещает установить спортивные объекты. Если приезжали месяца три назад, еще поле непаханное было, сейчас уже картинка вырисовывается. Еще один долгожданный объект завершили в Барсово. Центр досуга и творчества планируют выкупить в начале ноября. Его главная особенность – трансформируемый зал на 208 посадочных мест, в котором по планам будут проводить соревнования по киберспорту. Первые пять рядов можно убирать в специальные комнаты для хранения. Таким образом помещение разделяется на две зоны – для зрителей и участников. Под полом провели все необходимые коммуникации для подключения компьютеров. На сцене расположился большой светодиодный экран. Подключаетесь, выводите все на светодиодный экран. Зрители присутствуют в зале и все видят на светодиодном экране. Ну давай вот в этом году надо выкупить, да в декабре уже что-то запланировать. В здании есть помещение для занятий хореографией. Переедет сюда и библиотека из Барсовской школы. Совсем рядом с центром к концу ноября построят крытый хоккейный корт, для которого уже подготовили фундамент. В середине мая следующего года тут также планируют начать строительство экстрим-парка. Сдать его хотят 1 июля. В периметре как раз МФЦ заканчивается. У них даже будет единый забор, мы проговорили, чтобы в одной концепции тоже поддержать. Значит, вот этот таким образом будет выглядеть парк. Согласовали абсолютно со всеми, с молодежью в первую очередь. Слабым звеном в этом будущем спортивном кластере является площадка, которую построили с нарушением технологий. Это позорище надо убирать. Вы его сделали, вам его и приводить в порядок. Значит, пиши письмо. Значит, мы будем выделять деньги, раз, которые мы с вас сухо удержали. Надо перестраивать эту площадку. Спортивная площадка появилась и во дворе на улице Кубанская. Сейчас в этом районе идет активное строительство и сдача домов, в том числе для переселения из ветхого и аварийного жилья. Наряду с виртуальными видами спорта мы не забываем, мы традиционные. Ну вот, площадка спортивная. Тут киберспортом не займешься, надо бегать ногами. На следующий год у нас Сытомино. Сытомино планируем и строительство крытого хоккейного корта, и универсального спортивного зала по аналогу как в Угуте и в Ультягуне. То есть сразу два объекта спорта в поселении, самом удаленном поселении Сургутского района у нас в следующем году должно появиться. Также в следующем году планируют начать строительство бассейна в Федоровском. В будущем, по словам главы Сургутского района, упор в муниципалитете сделают именно на возведение объектов для занятия водными видами спорта. Валерия Кудревцева, Сергей Коликов, Сургутинтерновости, Солнечный, Барсово.